Девушки отдыхают Я надеюсь, что этот доклад будет полезным вне зависимости от степени вашей дикости Ручной вы, автоматизатор, просто дикий, не очень важно Мне бы хотелось, чтобы после этого доклада вы вынесли для себя какой-то инструментик новенький Какую-то идею, может быть какой-то подход, хотя бы что-то Хотя бы одну новую штучку в этом докладе нашли для себя Побежали дальше Зовут меня Юля, работаю в компании LMworks Мы делаем плагины для Jira и Confluence Соответственно, я настолько сильно люблю инструменты, что работаю в компании, которая делает софт Для компаний, которые делают софт, для компаний, которые делают софт Ну вы поняли, да? Насколько все серьезно в моей жизни Собственно, давайте же начнем Какие инструменты вообще нужны тестировщику? Ну, мозг, наверное, понадобится Ну, неплохо, да? В принципе, для любой профессии, не только для тестера Глаза, особенно если вы UI какой-то тестируете, тоже пригодятся Уши Иногда, знаете, вы включаете какое-то свое приложение И начинает, ну, такой звук взлетной полосы от вашего компьютера Начинает издаваться, что-то начинает жутко жужжать Иногда попахивает просто от приложений Иногда у вас просто что-то такое случается Какие-то вопросы Приходится кому-то бежать, спрашивать С кем-то еще общаться Руки тоже пригождаются Особенно, раз тут много ручных тестировщиков Вам прям по-особенному Ну, сердце, конечно Тестирование должно быть вашей страстью В принципе, на этом можно было бы уже и закончить доклад Все самые важные инструменты уже перечислены Но давайте здесь, в общем, шутки в сторону И начнем про какие-то софтверные штуки, которые нам помогут быть более эффективными Вне зависимости от того, ручной вы автоматизатор, аналитик или может даже программист Самое, с чего, наверное, из инструментов, с чем сталкивается каждый тестировщик Это выбор скриншотилки для себя Как часто у вас случаются какие-то проблемы на UI в вашем приложении Если, конечно, UI у него вообще есть Вам нужно сделать скриншот Эти скриншоты надо делать правильно Ой Есть кучка приложений Я думаю, что у каждого из вас уже есть какая-то, как это, любимая приложенька Которой вы делаете скриншоты, записываете видео Ну, мой фаворит Вот он, Джинк называется Выглядит как такое прекрасное, позитивное солнышко на вашем экране В принципе, это основное, за что он мне нравится, если уж по-честному Что в нем классного? Он умеет делать скрины Он умеет эти скрины сохранять как к вам локально, так и в свое облачко Он умеет записывать видео Это видео, к сожалению, записывается только во флэше И вот здесь возникла проблема У нас в компании большая часть разработчиков работает на маках И мои флэшовые видео просто там не открываются Пришлось искать еще какой-то инструмент и распрощаться со своим прекрасным, любимым, позитивным солнышком Сейчас я больше всего пользуюсь инструментом Recorded Он позволяет вам записывать видео сразу и транслировать его в GIF Прям одним движением Но с ним тоже есть маленькая непонятка Он все, что записал, сразу складывает к себе в облако То есть если у вас что-то такое локальное Или вам не хотите ни с кем делиться тем, как выглядит ваше приложение Ну придется поискать что-то еще Например, Monosnap Тоже умеет делать видео Умеет сразу сохранять его локально Умеет делать из видео GIF Бежим дальше Кто-то встречался с такими баг-репортами? Скажите честно Мы сами их создаем, да? Отлично! Ну, надеюсь, нет Хорошо Хорошо Когда-то давно, когда я была маленьким юным тестировщиком Нашла я какую-то прекрасную последовательность кнопочек Которая привела меня к ошибке 500 на странице Ну я, конечно, обрадовалась Записала баг-репорт Типа делай то, делай сё Там актуальный результат, ошибка 500 Ну и такая думаю Ну что тут ожидаемо? Ну, господи, ну нет ошибки Это же понятно Ну ежу понятно, нет ошибки Окей Мой разработчик над этим поработал И возвращается мне какой-то новый билд И я вижу вот это И как бы не поспоришь Ошибки 500 здесь нет Вообще никакой ошибки здесь нет Но как бы здесь вообще ничего нет И после этого я вынесла для себя два таких вывода Во-первых, не верьте разработчикам Во-вторых, ваш expected результат Действительно очень важная часть вашего баг-репорта Что можно сделать? Как можно себе помочь? Есть инструменты, которые помогают вам Делать прототипы То есть нарисовать, как бы вы ожидали Что ваше приложение будет выглядеть Мне больше всего нравится бальзамик Это такой инструмент, который позволяет вам За пару кликов сложить интерфейс визуально У него сразу есть некие такие вот контейнеры Элементы, из которых вы можете нарисовать Веб-страничку, мобильное приложение Или чего угодно Прямо буквально перетаскивая графические элементы Очень просто Есть аналог такой браузерный плагин Pencil Он не такой классный Ну вот, но зато он и не платный совсем Байку вам расскажу На одном из проектов у нас такой QDD пропагандировалось То есть QA-driven development Наши тестировщики писали четкие acceptance критерии Для работы То есть не какой-то product owner, не manager А именно QA-команда И мы в QA-команде придумали Классно же, мы можем в бальзамике сразу нарисовать Все как будет выглядеть Прямо вот Отдали такие разработчики И все нарисовано Где какие кнопки должны быть Проходит какое-то время К нам приходит новый билд И ужас Страничка выглядит ровно вот так То есть чувак реально заморочился Он подобрал стили Подобрал кнопочки Подобрал все Его даже не смутило, что вот эта верхняя часть Где адресная строка Она тоже выглядит не так, как браузер Браузер он не патчил, слава богу Но тем не менее Мораль Когда вы какие-то такие прототипы показываете своим разработчикам Классно бы с ними проговорить Что это реально просто прототип Не надо делать ровно так же Это нормально, что в твоем случае будут другие стили И выглядеть будет немножко по-другому То есть это больше для того, чтобы определить Где что находится Как примерно должно выглядеть Не то, чтобы прям четко Делай вот так Бежим дальше Наверное, вы все видели такую шуточку Про QA-инженера, который заходит в бар И как-то уже само собой по привычке Получаются конкретные числа из вас какие-то вылезают Все, наверное, знают, что такое Граничные значения Класс эквивалентности Есть такие, кто не знает Сможете в этом признаться? Сейчас прилюдно Прилюдно никто не признается Ладно В общем, да Хочу с вами поговорить еще про тестовые данные Такая большая часть работы тестировщика Хотелось бы как-то ее упростить Собственно, инструменты во многом могут вам помочь Есть у кого-то любимые файлики текстовые С любимыми тестовыми данными Кто-то хранит у себя в файликах? Ага, вижу, руки, есть Долой файлики с текстами Есть специальные инструменты, которые умеют вам эти тексты генерировать Соответственно, вы можете избавиться от эффекта пестицида Если одни и те же данные все время используете Все знают, что такое эффект пестицида На всякий случай Ну, это когда ваши тесты со временем привыкают к тому Как выглядит к вашему баги Привыкают к вашим тестам И, в общем, тесты этих багов больше не находят Среди этих приложений есть, например, Макару Это вот первая ссылочка Ссылочки, если что, в конце будут прям по одной красивой ссылке Так что можно сфотографировать только ее в конце Макару позволяет вам не просто подобрать какие-то данные Например, номера, карточек или юзернейм или еще что-то Он умеет даже создавать, генерировать SQL-запросы Ну, какого вида Вы указываете, в какую базу вы хотите пойти Типа имя этой базы Вы указываете, какие там параметры Ну и он вставляет это все в insert Достаточно просто И обращаю еще ваше внимание из этого списка На самый последний плагинчик Это плагин к браузерам, к Chrome и Firefox Называется баг-магнет Собственно, выглядит ровно так, как на скриншоте Когда у вас есть какое-то текстовое поле на экране Вы просто жмакаете на него правой кнопочкой мышки И в меню выбираете баг-магнет А внутри вас уже ждет куча всяких предустановленных, предзаданных тестовых данных Очень классный, прям незаменимый продукт Если вы каким-то эксплоратеретестированием занимаетесь Или я на самом деле даже часть своих разработчиков сумела на него посадить То есть для того, чтобы когда им нужно потестировать какое-то поле Они просто тыкают прямо в интерфейсе Тут же могут подобрать нужный, например, размер текста Или эксплоуты попробовать Там какие-то XSS-ы самые простые Все уже здесь, уже все внутри То есть даже если у вас какое-то поле с e-mail Вы забыли, какой e-mail валидный, какой невалидный Гойка Аджич, автор этого инструмента Уже все сделал за вас Просто найдите нужный элемент в этом списке Что важно, он еще и адаптируется То есть видите, тут последний пунктик есть Сконфигурировать То есть вы можете добавить свои собственные какие-то разделы тоже в это меню Если у вас есть что-то особенное Не знаю, какой-то E&N или еще что-то вроде того А иногда бывает, что вам и не тексты совсем нужны, а картинки И можно, конечно, походить по гуглу и поискать что-нибудь Потом попытаться отобрать, что из этого правильного размера А есть специальный сервис, который называется Lorem Pixel Который позволяет вам эти картинки генерировать Вы можете задать размер картинки, какой вас интересует Цвет, там цветастенькая или серенькая На самом деле всего два цвета Ну и, конечно, кого вы именно хотите Может быть для вас важно, чтобы это был именно котик Или там, ну там есть другие варианты Кроме котика, если честно, ничего не делал никогда А есть у кого-то приложение с большими формочками С кучей всяких данных, которые надо вводить Отлично Я понимаю вашу боль Да, бывает, что ваша формочка выглядит как-то вот так В ней куча всяких полей Часть из них еще специфические Куда-то можно вводить только e-mail Куда-то можно вводить только телефон или еще что-то И вот эта боль-печаль, да, каждый раз вот это все вводить Что-то придумывать Есть магическая кнопка Для хрома доступен такой плагин Называется FormFiller Просто у вас добавится маленькая кнопочка Рядом с адресной строкой И по мановению волшебной палочки Ваша формочка превращается в уже заполненную формочку Заметьте, что даже там, где e-mail Реально введен формат e-mail Там, где телефон, реально введен формат телефона Там, где у вас были какие-то дропдауны Какие-то менюшки с выбирашками Опять же, что-то уже в нем выбрано Очень классно Сохраняет прям реально очень много времени Обращаю ваше внимание, что в этом плагине Также можно донастраивать То есть добавлять свои собственные маски Свои собственные какие-то данные, если они нужны Бежим дальше Кто-то слышал такое слово «Pairwise»? Может быть используют даже? Ага Даже поменьше, чем на статистике Есть такой сервис «Кейтрендс» Они время от времени проводят какие-то опросы Вот один из них был про «Pairwise» Видите, как бы 57% о нем вообще знают 43% честно признали, что не знают На самом деле из этих 57% Из тех, кто реально практикует такую технику Там было что-то порядка 10%, совсем мало Не могу сказать, что я его использую Ну, прям каждый день Но, тем не менее, иногда пригождается Зачем это нужно? Смотрите, когда у вас есть куча всяких параметров Например, та же формочка у вас огромная Куча всякого, что может пойти не так Особенно, если они как-то будут сочетаться Друг с другом Согласно статистике Большую часть багов Тут, видите, статистика Сильно расплывает со своих числах От 65% до 97% Ошибок находится именно при попарном переборе То есть мы не все со всеми перебираем А именно парочками Вот мой конкретный пример Инструмент, которым я пользуюсь Называется «Pairwiseр» Он такой онлайн Но на самом деле достаточно много В общем, других инструментов тоже для этого есть Большая часть из них, правда, такие, они консольные Но, в общем, да Поэтому я использую «Pairwiseр» Что у нас конкретно? Мы делаем плагины для джиры Соответственно, для нас очень важно В каких браузерах мы тестируем И даже и Е тоже приходится поддерживать Мы тестируем с разными джирами Как минимум четыре последних версии Тут уже даже устаревший слайдик Уже 7.6 вышло Номера каких-то джир Это разные базы данных И важно, чтобы именно при их сочетании Тоже все не переставало работать Я завожу просто свои параметры в «Pairwiseр» Нажимаю волшебную кнопочку «Generate test» И получаю прям список тестов Прям табличку В которой видно, что и с чем Какие инстансы мне нужно создать Смотрите, какая магия произошла Если бы я перебирала все со всем Я бы получила 60 тестов С помощью «Pairwiseр» я сократила это число до 21 Классно? В три раза А вот пример, который прям у создателей Самого инструмента создан Бывает, что у вас параметров гораздо больше То есть у меня их всего три Здесь их гораздо больше Когда у нас есть какие-то операционные системы Добавляются еще виды коннекшена Добавляются там мобильные Еще что-то такое Добавляются какие-то условия Между вашими параметрами То есть глупо тестировать мобильный браузер С десктопом Какие-то такие вещи, которые вам тоже надо бы задать Это тоже можно делать в «Pairwiseре» Можно задать какие-то обязательные тесты То есть что-то типа вашего sanity Когда вы говорите, что мне Ну, прям точно нужно протестировать Ну, какое-то сочетание параметров Задаете все это ему Нажимаете волшебную кнопочку «Generate test» И происходит магия 32 теста вместо 18 688 Просто вдумайтесь 32 вместо почти 19 тысяч Классно? Можно сэкономить кучу времени В это время можно уже там котиков посмотреть Или еще чем-то более полезным заняться Бежим дальше Про такое веб-тестирование Еще поговорим Кто веб-продуктами вообще занимается? Поднимите руки Ага, большая часть аудитории Хорошо, а остальные мобильными кто-то занимается? Классно Ну, для вас, наверное, будет не так полезно Кто мобильными занимается? Ладно, про веб вернемся Вы, наверное, знаете, что есть такое сообщество World Wide Web Consortium Это ребята, которые занимаются стандартизацией HTML, CSS и всего такого Раз они занимаются самим языком Они, собственно, создали и такие валидаторы То есть чекалки, по сути, статический анализатор Куда вы просто загоняете URL своего приложения Своего сервиса И он вам выдает какой-то набор ошибок Есть такие же штуки, которые проверяют Насколько вы совместимы с мобильными Есть такие же штуки, которые проверяют Вот именно линки Кстати говоря, при подготовке этой презентации Даже она сослужила хорошую службу Нашла, в общем, плохие линки Заметьте, что у этих валидаторов Можно как прям задать какой-то URL Можно загрузить какой-то файлик С вашим HTML Можно просто прям ввести этот HTML прямо сюда Но на самом деле есть плагины для браузеров По крайней мере для хрома точно Которые могут это делать у вас локально Чуть попозже, кстати, я один покажу Который можно для этого использовать Как-то так будут выглядеть ответы И здесь хочу вас сразу как-то так уберечь Многое из того, что вам скажет этот валидатор Править не нужно реально Ну ничего там страшного Может не найтись Но очень важно про эти вещи хотя бы подумать Прям взять и перебрать Есть там что-то полезное или нет Вот самый первый пример Тут ошибка, когда у вас у тега image нету alt-атрибута Alt это параметр, который говорит, какой текст будет писаться Если у вас, например, отключены картинки Или там картинка не загрузилась Медленный интернет там еще что-то Вроде бы в нашем веке Ну как-то у всех интернет более-менее Зачем? Ну не указано, не указано Вот здесь маленькая такая проблема Есть люди, например, с проблемами со зрением И они для того, чтобы пользоваться Какими-то продуктами Их специальные скринридеры Если скринридер читает по экрану Как думаете, что он видит вместо картинки Ну вот этот alt-текст Соответственно, если этот текст не задан То тут как бы и все Человек никогда не узнает, что там вообще что-то было Особенно представляете, как обидно Если вам где-то там написано Смотри картинку Хотя это, наверное, в принципе обидно Окей, бежим дальше Попробуем вбить Google В этот прекрасный валидатор Видим, что на самом деле Никто не безгрешен И у них достаточно много ошибок находится Большая часть из них про устаревшие элементы Google много лет Вот, но тут смотрите, какое дело Вроде бы даже у Google есть ошибки С другой стороны, ну вы не Google Да, ну и это должно вас как-то подбивать Там делать свои продукты лучше Ну и, наверное, ресурсов у вас не столько Чтобы проверять там в разных браузерах И быть в этом более уверенным Такой валидатор даст вам какую-то уверенность То, что, ну больше уверенность В том, что в разных браузерах Тоже ничего плохого не произойдет Поскольку вы совместимы Да, напрямую с стандартом Бежим дальше Кто-то знает, что это за... Кто это? Слоупок Как думаете, про какие виды тестов Хочу поговорить? Про перформанс, да? Побежали Есть, на самом деле, обычно Когда говоришь про тесты перформанса Все начинают такие Ой, ну перформанс это очень серьезное дело Этим должны заниматься серьезные какие-то ребята Это отдельная команда будет делать Мы малыши, мы ничего с этим делать не будем Ну или там, пусть разработчики делают Что-нибудь такого духа Ну, на деле, хоть какие-то тесты Можно проводить очень легко То есть, смотрите, есть несколько инструментов Которые вам прямо на вашем UI На вашем сайте могут предложить Мало того, что сказать, где именно проблемы В вашем приложении Они еще и оценочки вам ставят По определенным пунктам И, собственно, какие-то советы даже могут давать Опять же, если ваш сервис Для тех, у кого веб Будет гораздо более полезна Сегодняшняя беседа Если у вас Ваш сервис уже доступен куда-то Вы можете просто вбить URL Если он доступен в интернет Но также есть плагины Которые могут проверить все это локально Вот первый сервис PageSpeed Он от Google У него есть Chrome плагинчик Который может локально у вас проверить Насколько все хорошо И дать вам хорошие советы Но вот здесь на слайдике Как раз На самом деле видно примерно В каком виде это будет Вам устанавливают Некую оценку общую По параметрам Насколько быстро вы отвечаете И еще и расписывают Что именно плохо То есть, видите, тут, например Двойка прям за кэширование в браузере Сразу есть о чем поговорить Со своими разработчиками Из еще продуктов По тестированию перформанса Есть такой классный сервис WebPageTest Он, смотрите, во-первых Тоже дает мне какие-то оценки Они у вас в правом верхнем углу Отображены Опять, смотрите, двойка за Кэширование Это все тот же сайт, если что Вот И тут еще появляется Классный параметр FirstByTime Это время появления Первого, да Байта информации На вашем слайдике На вашем сайте Классная метрика Которая говорит Да, хотя бы что-то Как быстро Ваш пользователь В общем-то Сможет получить Заметьте, что здесь Также можно сравнивать Какой-то первый вход Вашего пользователя Так и второй вход То есть, ну, насколько Кэширование хорошо работает Ну и сами картиночки Да, очень похожи на то Что делает Developer Tools Но, на самом деле Если проскрулить вниз Там будут еще красивые графички Которые расскажут вам Что именно Больше всего весит На вашей страничке Картинки ли это Или там скрипты Или HTML Вообще, не дай бог Также там есть Красивые графички Которые расскажут Что дольше всего Да, в процентном соотношении Загружается То есть, опять же Будет над чем работать Грубо говоря Вы получаете красивые Картинки с конкретными числами С которыми вы можете Подойти к своему разработчику И, ну, вам будет о чем поговорить Еще одна особенность Этого инструмента Что когда вы Создаете какой-то тест Вы можете указать И откуда этот тест Проходить Даже в каком браузере И даже с какой скоростью интернета Да, то есть, в принципе Так можно сделать выводы Где нам Ну, центр Дата-центра Вообще размещать Откуда Откуда ходить Настолько ли плохо Что сейчас у нас там Нет где-нибудь в Австралии центра Ну, на самом деле Таких продуктов Я, пожалуй Даже особо и не знаю Других Бежим дальше Еще один плагинчик К браузеру К хрому точно есть Он называется Lighthouse Такой маяк Который вас Оценивает ваше приложение Со всяких разных сторон То есть, как в общем Приложение Так и перформанс Аксессибилити Доступность для людей С какими-то ограниченными возможностями Ну, вот Best Practices Это такое Как бы Best Practices Выбранные гуглом Как-то так может выглядеть Отчет по проверке Тестирования Именно перформанса Смотрите У меня прям Слайдики Как выглядело Мое приложение Через Разное количество секунд Не очень классно На самом деле Ну, и как видите Там 56 пунктиков То есть, это так Ну, середнячок Сильно сайт Опять же Мы тут получаем Некие цифры С которыми можно Подойти к своему разработчику Поговорить Поговорить Бежим дальше Кто-то, наверное Сразу Когда заговорили Про перформанс Первая мысль У кого-то наверняка Прошла Про джейметр Было такое? Было Слышу Хорошо С джейметром Он действительно Очень популярен Но вот В отличие от тех инструментов Про которые я сейчас говорила На джейметре Мы обычно Оцениваем скорость Именно Серверной части Вот И я на самом деле Не раз уже видела Во всяких Бложиках И форумах Вопросы Что в самом джейметре Не очень работает Рекордилка И люди Какие-то специальные Еще продукты Покупают Изучают Для того Чтобы записать Некие Последовательные шагов Некие сценарии И потом Загружать его В джейметр На самом деле Ничего этого не нужно Есть Браузер Например Chrome Который умеет Прямо сохранять Все те запросы Которые у вас шли Вкладочка Network называется В ней все эти запросы Видно Вы там просто Нажимаете Правой кнопочкой Мышки И можете Сохранить Все эти запросы Как Хар Такой архив HTTP Дальше Есть специальный Конвертер Вот тут тоже ссылочка Будет И в последнем Общем списке Ссылок Умеет превращать Эти харф файлы В Прямо тест план Для джейметра То есть вы в принципе Просто сделали Некоторые действия У себя в браузере Зашли на специальный Сайте конвертера И получили уже готовый Тест план Для джейметра Все очень просто На самом деле Если честно Именно вот этот Блейзметр Конвертер Как он называется Позиционирует себя Как конвертатор Не только из Вот харфайлов В джейметр Тест планы Но и XML Selenium И JSON Чтобы это все не значило Если честно Кроме хара Ничего не пробовала Если кто-то попробует Было бы классно Узнать о результатах Насколько это Особенно Selenium Что это значит Окей Поговорим про Всякую Кроссбраузерность Проверки совместимости Наверное Многие с этим сталкиваются Да естественно Те кто Тестирует Веб Наверное Сталкиваются с этим Постоянно Не знаю как у вас У нас большая часть Как раз Вот с этим Синим другом Проблем Недавно мы Обнаружили Что в принципе У ИЕ Ограничено Количество строк Которые влезают В экран Больше 46 424 строк Вы отобразить Вообще не можете Классно Магическое число Но да Как же тестировать Если с хромом И файрфоксом Более менее понятно Можете себе Их легко поставить Из более старых версий С ИЕ Все не так просто И ставится он не везде И не всякий Но добрые ребята Из майкрософта Неожиданно пошли Навстречу И сделали специальный сервис Где вы можете Скачать уже готовые Виртуальные машинки С установленным Виндоус И определенными версиями Интернет эксплорера Специально для того Чтобы на разных версиях ИЕ Люди тестировали Есть конечно Другие сервисы Как браузер стек Или сослабс Наверняка многие из вас Ими когда-то Пользовались Или пробовали Они платные Ну Тоже классные Виртуалки От майкрософта Реально бесплатные Обратите внимание Что здесь я могу Скачать даже Для выгранта Контейнеры уже готовые То есть Ну и там Для автотестов Использовать Для чего-то такого Маленький Хет-трик В общем Официально Эта виртуальная машинка Где-то месяца через два Скажет вам Что она просрочена Но не поддавайтесь Легкая перезагрузка Этой виртуальной машинки Позволит вам Работать с ней Еще долгие годы Бежим дальше Когда тоже С кем-то Спрашиваешь Про тестирование безопасности Тоже люди начинают Говорить Что ой Ну это для Бородатых администраторов Безопасность не про нас На самом деле Самые простые тесты Опять же Можно делать Очень-очень просто Есть плагинчики Правда Только для Firefox Называются XSS SQL Inject То есть Это название Самых популярных Уязвимостей В веб-приложениях Выглядит как Вы ставите себе Плагинчик У вас появляется Вот такая Классная Область Справа Справа Где плагинчик Сам находит Все текстовые элементы На вашем экране Отображает их И вот в эти текстовые поля Во все Во все Куда нашел Может вставлять Скрипты Которые есть у него в базе Эту базу Опять же вы можете Это просто XML Вы можете туда добавлять Любые свои скрипты Если есть что-то Там особенное Для вашего приложения Вуаля Я просто нажимаю Кнопочку Execute И куча тестов Запускается И выдает мне Уже готовый отчет Какие именно Тестовые сценарии Не прошли Какие именно Тестовые данные Не заработали На какой там Символ Произошла какая-то Проблема То есть я в принципе могу Если что взять и руками Этот же символ Этот же вот Попробовать сделать На своем Ресурсе И увидеть Насколько Насколько все плохо Что именно Пошло не так Здесь обращаю Ваше внимание Что эти плагины Они реагируют Раскрашивают Плохо или хорошо В зависимости От ответа От HTTP статуса Соответственно Если у вас приходит 200 Значит все хорошо И ответ будет зелененьким Если у вас приходит 400 или 500 Будет красненьким И если приходит 300 Например 302 Redirection Перенаправление С вашей С одной странички На другую Вам тоже придет В отчетике Это будут красненькие Клеточки Соответственно Опять же Мы ручной проверкой Можем удостовериться Что это Redirection На нашу страничку А не на какую-то На которой Вам не хотелось бы Ходить Дальше Есть инструменты Такие прокси Которые позволяют Вам Смотреть на запросы То есть Тоже такой уровень Уже немножко Пониже Мы можем Перехватывать Те запросы Которые уходят Из нашего браузера Можем Сами писать Эти запросы С нуля Я часто Очень использую Фидлер Или Charles Именно для того Чтобы перехватывать Какой-то готовый запрос В нем уже есть Все данные В нем уже есть Сессия Вашего пользователя Вы можете просто Поменять Какой-нибудь Конкретный параметр Который вас интересует И отправить Заново То есть Вам в принципе Даже UI Уже не нужен Эти тесты Можно выгрузить В какой-то файлик Опять же Отдать Например Автоматизатором Также Ну вот У фидлера Конкретно Есть Классное Классное Свойство Вы можете Выбрать Какой-то Конкретный Запрос Нажать Shift-R И отправить Его еще Сколько угодно Раз То есть Такой А-ля Performance Тест Тоже Есть Аналог Для браузера Плагинчик Для Firefox И для Chrome Он доступен Называется TamperData Он Не такой Крутой В нем Нельзя Эмулировать Какую-то Долгую Работу Сети Или еще Что-то Такого Но Самые Простые Запросы Именно Перехватывать Отправлять Самому Что-то Подправлять Там тоже Можно Ну и Если Вам Нельзя Что-то Ставить На вашу Машину Или Просто Неохота Вполне Можно Пользоваться Плагином В том Числе Тут Хочу Обратить Ваше Внимание Если Вы Работаете На Виндоусе Я бы Предпочла На вашем Месте Фидлер Он Бесплатный Бесплатный Всегда Если Вы Работаете На Маке Есть Чарльз Фидлер Под Мак Работает Никак Я бы Сказала Ну то То есть Официально Он поддерживается Но Не очень Чарльз Работает Хорошо Но Официально У них Официально У них 30 дней Только Бесплатного Использования Бежим Дальше Плагинчик Тоже Для Браузера Называется Web Developer Я вам Там Чуть Выше Когда мы Говорили Про Валидаторы Говорила Что есть Некие Плагинчики Которые Умеют Валидировать Все Локально То есть Если Я не Хочу Чтобы Во-первых У меня Мое Приложение Может быть Просто Недоступно Извне Это раз Во-вторых Я могу Просто Не хотеть Чтобы Кто-то Тут Оперировал Вообще Чем-то Что Будет В моем Приложении Будет В моем Приложении У Web Developer Есть Прям На самом деле Это Прям Инструмент На Все Руки Есть Специальный Разделчик Который Говорит Проверь HTML Локально То есть Прямо Здесь В браузере Прямо На Локал Хосте Мое Например Приложение Развернуто Я могу Проверить И получить Ошибки HTML Или Штук Можно Работать С куками Прямо Отсюда Редактировать Их Удалять Там Добавлять Можно Отключать Например Джава Скрипты Или Картинки Или Еще Что-то Что Вам Нужно Не Нужно Для Этого Рыться В Настройках Браузера Все Всегда В Одном Месте На Такой Красочной И Несильно Заметной Панельки Сверху Вашего Браузера Из Еще Приятностей У меня Есть такая Штука Которую Для Секьюрити Тестирования Используем Тоже Но Умеет Превращать Поля С выбирашками Где у вас Дропдаун Какой-то Вроде бы Пользователь Технически Ввести Что-то Туда Сам Не Может Но С помощью Этого Плагинчика Можно Превратить Это Поле С Дропдауном С Селектором Превратить Просто В текстовое И Соответственно Потом Ввести Туда Вообще Все Что Угодно Мне Для Этого Даже Не Фидлер И Ничего Не Нужно Прям Через Браузер Могу Все Это Сделать Хорошо Бежим Дальше Обычно Когда Я Кому-то Что-то Говорю Про Инструменты Для Все Про Инструменты Для Тестирования Люди Начинают Думать Про Инструменты Где Тесты Держать И В Вполне Резонно Для Того Чтобы Тестировать Куда Большие HP Quality Center HP ILM Test Manager Test Rail Кто-то Есть Кто Пользуется Тест Rail Много Народа Отлично Есть Инструменты Из этих Больших Тест Rail Есть Облачная Версия Не Только Серверная Есть Инструменты Бесплатные Как Например Lint Тестинг Обратите На него Внимание Если Кто-то Сейчас Выбирает Куда Свои Тесты Записывать Есть Test Link Он Здесь Специально Отдельным Пунктом Я Думаю Если Кто-то Я Уже Вижу Хмылки На Лицах Если Кто-то Хоть Раз С ним Встречался Он Поймет Почему Это Отдельный Особенный Инструмент С ним Очень Сложно Работать Из Коробки У него Открытый Код Что Его Спасает Обычно Чтобы С ним Работать Люди Просто Сами Что-то Под Него Дописывают Есть Специальные Инструменты Для Чек Приложения Для Мобильных Которые Можут Вам Помочь С Интеграцией С Тест Трейлом Как раз Которые Можут Помочь Быстро Проставлять Статусы В вашем Тест Ране Или Просто Смотреть Как Хорошо Все Прошло То есть Вы Можете Тоже Нажатием Одной Кнопочки Посмотреть Как Какие Статусы У вас Сейчас В вашем Тест Ране Доступен Для Айоса И для андроид Давайте Про Майндкарты Еще Поговорим Майндкарты Всюду Кто-то Пользуется Майндкартами О Много Рук Отлично Ладно Ну На самом деле Для вас Совсем Не сюрприз Майндкарты Классные Инструменты Для того Чтобы Визуализировать Тесты Которые Вы Собираетесь Проводить Для того Чтобы Показать Насколько Ваши Например Разные Модули В приложении Друг С дружкой Связаны Чтобы В общем Посмотреть На Ваше Приложение Маленькие Такие Best practices Как мы Это делаем У меня Обычно Заводится Такое Для приложения Даже Я бы сказала Под каждую Фичу Мы Делаем Вначале Большую Карту Именно Верхнеуровневую В которой Я просто Думаю Что вообще С этой Фичей Можно делать Грубо говоря Как правило Когда у вас Есть какая-то Задача Особенно У нее Есть какие-то Конкретные Акцептность Критерии Все Начинают Тестировать Только эти Акцептность Критерии И Немногие Тестировщики Ну то есть Это такое Со временем Приходит Когда они Начинают Немножко Менять фокус И способны Посмотреть На свою Задачу Ну с более Такого Высокого Ракурса То есть Подумать Не только Про функциональность Но подумать И про Компатибилити И про Перформанс И про Секьюрити И прочие Виды тестов Вот я обычно Начинаю Именно с этого То есть Я смотрю На задачку Думаю Что именно Какие виды тестов Могли бы Здесь Помочь Что было бы Важно И только потом Уже углубляюсь Конкретно В один Вот этот Кружочек С функциональными Тестами В этом слайдике Есть ошибка Кто ее найдет Подойдите Ко мне После доклада У меня есть Классные Красивые Наклеечки От компании LMworks Это очень Просто заслужить Я даю вам Одну секунду Чтобы сфотографировать И подумать Позже Секунда Прошла Ладно Давайте еще одно Все больше Больше телефонов Поднимается Бежим дальше Собственно Когда мы посмотрели В общем На нашу фичу Посмотрели Что у нее есть Потом мы углубляемся Конкретно В функциональное Тестирование И уже расписываем Что конкретно С этой функцией Надо делать Какие есть Поля на вашей страничке Какие данные Можно туда вводить Какие там Классы Эквивалентности Границы Что там нужно Потестировать Валидные Невалидные Сценарии И прочее Ну то есть Мы уже детализируем Все больше и больше Прям важный совет Не надо Начинать Карты С деталей Это обычно уходит Ну как бы Ваша карта Становится Очень большой И малоприменимой Старайтесь все-таки Двигаться От общего К частному Не наоборот Наоборот Будет сложнее Из инструментов Для майнкарт Их какое-то Бесчисленное количество Если честно Я последнее время Все чаще пользуюсь Просто бумажкой Очень удобно Всем вместе Побрейнстормить Какие-то идеи Для новой Функциональности Вышедшей в приложение И тоже у меня Из любимчиков Который был На прошлых слайдах Называется Майндмап Такой через У Кажется, что это Опечатка Но нет Так написано Специально Майндмуп В чем Когда в принципе Будете выбирать Себе инструмент Для майнкарт Ну естественно Есть платный И бесплатный Это уже Сильно ограничит Наверное Ваш выбор Есть достаточно Много инструментов Которые Ну знаете Они там Как-то красиво Выглядят Вот когл Такой пример На который Я натолкнулась Картинка Выглядит очень красиво Но если вы Не дай бог Вот кружочек Создали не в том месте Где в начале Хотели Вам придется Там что-то Клика 4 Что-ли сделать Для того, чтобы Просто перетащить С одного места На другое Ну для меня Майндкарт Это все-таки Инструмент Который прежде всего Нужен Потому что он Простой и быстрый Поэтому с коглом Мы долго не Долго не прообщались Ну я как Атласин эксперт Не могу не сказать Что есть И Jira И Confluence Плагины То есть Инструменты Которые позволяют Вам внутри Той же Jira Создавать Майндкарты Их поддерживать Ну вот Такие У Майндмастера Есть Я бы сказала Это больше интеграция Но самый Классный Я бы сказала Йоки Но он только Для Confluence Вот Lucidchart Есть и для Confluence И для Jira Дальше Наша Майндкарта Часто Очень похожа На чек-лист Согласны? То есть По сути Это некий Список проверок Который нам Хотелось бы пройти Вроде бы Если мы просто Делаем чек-листы У себя В компании Заводить Какое-то приложение В котором Ну знаете Надо там Прям Тесткейсы писать С шагами Всем прочим Вроде как-то Ну знаете Дорого И необоснованно Есть специальные инструменты Которые позволяют вам Именно чек-листы вести То есть Они такие облегченные И заточены именно на то Что ваш тест Это одна строчка Вот например Чек-вист Он не очень протестирование То есть Видите Это реально просто Список Каких-то проверочек Которые вы хотите делать Например Если вы по такому Списку проходите Просто нажимаете пробел Ваша строчка Зачеркивается Ну Визуально Мне как-то Как тестировщику Ну как-то не очень Когда мой тест Кто-то зачеркнул Я стала сказать дальше Что еще есть такого Для тестов Именно для чек-листов Есть классный ресурс Он Тестпад Ком Его адрес Ну Технически он просто Тестпад Называется Инструмент Реально созданный Именно для тестирования Именно для тестирования Чек-листами В чем Соль У вас есть Какой-то перечень проверок Да То есть Некая Такая Иерархическая Структурка И Ваш Тестовый прогон Это дополнительная Колонка В этой структуре Да То есть Вы просто Добавляете колонку Можете заводить Какие-то свои Параметры Если вам нужно Там версию Операционной системы Браузера Или еще чего-то И просто Один за другим Проставлять статусы Как хорошо У вас все прошло Прошел тест Не прошел Были ли какие-то вопросы Можно оставлять Комментарии Ссылки на Бактрекер Там с той же Джирой У них есть Интеграция Единственный Здесь минус Этот продукт Он Только в облаках Доступен То есть Это сервис Его никак Локально себе Поставить нельзя То есть Если у кого-то Ну Нельзя пользоваться Такими онлайн продуктами Тут может возникнуть Проблема Но Я вот Когда рассказываю Про какую-то Тестовую документацию Ответ возникает То есть Мне казалось Что Ну тестировщик Должен понимать Что Какую-то документацию Вам когда-то Писать все равно придется Особенно Если вы свой продукт Тестируете не один раз И хотите Тестировать его Снова и снова И многие Говорят Ну типа Ну я совсем один Все равно Я тут все знаю И так Зачем мне эти тесты Даже чек-листы Зачем Что думаете Про это Как Согласны Да Вот так Отлично Не очень идея Собственно Даже если вы совсем один Это никак не отменяет Того Что документация Вам пригодится И вам Совсем одному Все равно придется Тестировать Возможно Этот продукт Еще раз Если не придется Возможно Именно потому Что вы в прошлый раз Документацию Не создали Собственно Маленькие Такие Хет-трики Для тех У кого Совсем Ничего нет И кто Совсем Не знает С чего Начинать Есть Кучка Сервисов Где Есть Уже Готовые Чек-листы То есть Вы прям Можете взять Их И Работать С ними То есть Здесь Идея Какая Это Естественно Не для Вашего Конкретного Приложения Естественно Там Не Тестируются Те Фичи Которые Конкретно У вас В приложении Сделаны Но Там Есть Некие Идеи Некие Базовые Понятия Для Всех Приложений Есть Несколько Сервисов Конкретно Для тестирования Юзабилити Вот Первый Из них Такой Юзабилити Чек-лист Собственно Сервис В котором Реально Просто Некоторые Проверки Перечислены Про Которые Хорошо Бы Подумать Вплоть До Того Как Оформлена Ваша Первая Страница Как Работает Навигация Работают Ли Все Ссылки И так Далее Есть Специальные Сервисы Которые Чисто Цвета Например Проверяют Вот CheckMyColors Он проверяет Насколько У вас Ну Видно Вообще Что-то На Экране Какое У вас Ну Что у вас Цветами Ладно Так Оставим А есть У меня Прям Супер Ссылка По которой Вы можете Найти Целую Базу CheckList То есть Даже Если у вас Совсем Ничего Нет Можете Начать С них Или Если у вас Уже Много Чего Есть Не значит Что вы Протестировали Все По этой Ссылочке Лежит Кучка Всяких Разных Готовых CheckList Которые Можно Взять Адаптировать Под себя Что-то В них Как вам Как вашей душе Угодно Идея в том Что Все сценарии Вы никогда Сами не продумаете Почему бы Не спросить Еще кого-то Итого На самом деле Я как-то Очень быстро Справилась Перейдем К некоторым Выводам Мне бы хотелось Чтобы вы Выйдя Сегодня Из этой Аудитории Что-то Такое Для себя Поняли Особенно Если вы Никогда Не писали Даже CheckList Нашли Классную Ссылочку По которой Можно Уже Хотя бы С чего это Начинать Помните Что тестирование Но не только Функциональное И даже Если вы Ручной Тестировщик Это не значит Что вы Не должны Другими Видами Тестов Заниматься Это можно Делать Достаточно Быстро Легко И эффективно Использовать Инструменты Они могут Помочь вам Стать Реально Более Эффективным И вашу Работу Сделать Более Интересной Чтобы Вы тоже Не плакали И не скучали Одни и те же Кнопки Или копируя Один и тот же Файлик В все Текстовые Поля Своего Приложения Не надо Бояться И хитрых Видов Тестирования Ни перформанса Ни секьюрити Ничего страшного Но в этом нет Есть инструменты Которые Могут вам Помочь Делать Это Делать Это Быстрее Идет Это Быстрее Вот Та ссылка Которую Очень советую Сфотографировать Там Все Те Инструменты Которые Были Перечислены Сегодня На докладе Там Можно Оставлять Комментарии Можно Задавать Вопросы Буду Отвечать Можно Писать Мне Письма Тоже Буду Отвечать Буду Очень Рада И кто Нашел Багги Подходите Наклеечки Будут Вас ждать Спасибо Друзья У нас Есть Еще Время Для того Чтобы Задать Вопрос Юле В зале И Потом Ее Можно Будет Ввести Дискуссионной Зоне Поднимайте Руку Мы С коллегами Подойдем Тут Вопрос Ой Даже Два Я Вот По Самому Начало Доклада Где Там Пары Вот Эти Генерировались Как Вообще Выходит Что Вместо Там 18 Тысяч Мы Делаем Всего 32 Теста И Все Типа Покрывается Может Какие-то Детали Ускользнули Или Да Конечно Что-то Ускользает Да То есть Смотрите Идея В чем Если Мы Перебирали Именно Все Совсем Да То есть Тут Вот Эта Устрашающая Прекрасная Картинка Если Бо Я Каждый Из Этих Параметров Тестировала Реально Совсем Получилось Бо Огромное Сочетание Да Вот Эти 19 Тысяч Идея В том Что Я Не Тестирую Все Совсем Я Объединяю Их Именно Парочками То есть Пара Такого У Какого-то Параметра Такое-то Значение У этого Такое И с парой Еще Какого-то Да То есть Я Именно Пары Меняю Не все Совсем А все Пары Со всеми Парами Ну я считаю Что не нужно Все Со всеми Ну смотрите Вопрос Времени Да То есть Когда Ну как бы Смотрите Есть 19 Тестов Можно Потестировать Их Все Но Тогда Вы Закончите Уже На Пенсии Ну Вопрос Такой Хотелось Бы Конечно Как-то Так Сократить Количество Тестов Чтобы При Этом И По Покрытию Стараться Не Потерять Ответил Нет Юля Спасибо За доклад Хотел Спросить Больше По Вашей Специфике Тут Я думаю Многие Пользуются Джирой Как бы Может Посоветуйте Какие-нибудь Плагины На Джиру Которые Облегчают Работу Что-то Связанное С Багами С Структуризацией И прочее Про это Я В принципе Отдельный Доклад Могу Сделать Конкретно Про Тестирование Джиры Ну То есть Смотрите Мы Не Сам Атласим Мы Делаем Именно Плагины По Джиру Поэтому Много С Какими Джир Особенно Вместе Сталкиваемся Вопрос Больше Про Инструменты Или Для Тестирования С Да Проведение Тестов Как бы Структуру Да Ну Для Структур Есть Плагин Который Конкретно Моя Компания Разрабатывается Который Так и Называется С С Собственно Он Ровно То И Делает Что Создает Структуру Задач Из Разных Проектов В Одном месте Конкретно Для Тестирования Есть Достаточно Много Тоже Уже Плагинов Самый Популярный Из них Zephyr For Jira Я бы Его На самом деле Не Рекомендовала Не Рекомендовала Пойдем Дальше Конкуренты Нет На самом деле Если Честно У Нашего Плагина Достаточно Большая Аудитория Именно За счет Того Что В Плагине Zephyr For Jira Нет Никакой Иерархии Нам Грех Жалко Когда Люди Покупают Два Плагина Вместо Того Чтобы Купить Что-то Одно Более Того Zephyr For Jira Наверное Единственный Плагин У которого Даже API Платный Это Отдельный Плагин Даже За Это Вам Придется Отдельно Платить Есть Плагин Xray Который Позволяет Больше Работать С Авто Тестом У них Есть Интеграция Можно Прямо В Jira Именно Иерархии У них Заведены Отдельные Виды Задач Отдельно Типа Предусловия Отдельно Тест Отдельно Тест Отдельно Тест План И вот Из этого Всего Можно Сложить Тоже Некую Картинку Ну и Стоят Они Тоже Дешевле Чем Zephyr Из Того Что Есть Бесплатный Продукт От Епама Называется QA Space Выглядит Он Немножко Похоже На Тестлинк Но Тем не менее Он зато Бесплатный И В принципе Основные Все функциональности У него есть И Из таких Кого я бы Реально Советовала Называется Сейчас Адаптовис Тест Менеджмент Система У них В отличие От других Плагинов Они Свою Собственную Сущность Тест Завели То есть Все остальные Плагины Используют Просто Ишью Как Тесты У них Это Своя Собственная Штука Поэтому Они более Гибко За сколько Вы проходите Какой-то Конкретный Тест Там Прям Чекалка Чтобы В следующий Раз Вам Запланировать Было Проще Вот Пожалуй Я бы Его Наверное И советовала Адаптовис Тест Менеджмент Называется Спасибо Большое Еще Вопросы Миша Ой Я Первый Получил Микрофончик Не Ожидал Да Во-первых Юля Огромное Спасибо За доклад Так как Все Я пропал Так как Сам Коллекционирую Тоже Различные Варианты Тестирования Фишечки И так далее Поэтому Доклад Лично Для меня Очень Интересен И У меня Исходя Из этого Абсолютно Два Вопроса Первое Как Можно Получить Вашу Презентацию Потому что Ее Легче Запоминать Я Переходил По QR Коду Нет Нет Я Переходил Там Уже Готовый Конкретный Вариант А у вас Самопрезентация Будет На сайте Гизенбага Я думаю Прямо Сегодня Отлично И Второй Вопрос Так как Я тоже Собираю Различные Варианты Я на работе Сталкиваюсь С такими Моментами Вернее С такими Людьми Которых Называют Бизнес И менеджеры Вот И Эти Прекрасные Люди Когда Ты к ним Приходишь Ты говоришь А давайте Мы вам Сделаем Все красиво Все чудесно Протестируем Все подряд Они говорят Да Отлично Вы молодцы Вы супер Надо сделать Все за один день И В этот момент Естественно Всегда возникает Стандартный вопрос Что Нужно убрать И Что оставить Что обязательно Протестировать С этим вопросом Мы еще более-менее Как-то справляемся Но вот у меня Такой вопрос Вы в работе В любом случае Точно так же У вас Возникают такие моменты Что вы не успеваете Протестировать Все Как вы отстаиваете То есть вот если вот этот вот процесс Когда вы говорите Нет Надо протестировать Обязательно вот это Вот это Есть для этого Какие-то там Может быть тоже инструменты Демонстрационные Когда вы говорите Менеджерам Если мы это не протестируем То процент Что все будет плохо Увеличивается там На 15-20 процентов Ну грубо говоря То есть есть ли Какой-то такой вот процесс Общения с менеджерами Ну Конкретно здесь У нас просто Ну мы продуктовая компания Да То есть мы делаем Продукты Которые выпускаем Нет Ну не аутсорс И в принципе Как бы каких-то четких дедлайнов Ну У нас нету обычно Но Как всегда Они откуда-то прилетают То есть какая-то выставка На которой обязательно Надо продукт показать Или еще что-то такое И тогда да Мы начинаем Конечно срезать свои тесты Так или иначе Ну у нас для этого Собственно в чек-листах Просто есть Ну некая приоритизация Да То есть У нас собственно есть Свой продукт Очень похожий на Вон тестпад на самом деле Стракчи тест Он называется Где мы можем Как бы по папочкам Сложить свои тесты Типа есть папка Вот это must have Вот по-любому И мы стараемся Чтобы вот эта папочка Занимала Ну не больше там Четырех часов Это прям Максимум Соответственно Когда приходит Какая-то новая версия Мы туда Ну запихиваем Как-то смотрим Что туда попадает Что не успеваем Здесь на самом деле Инструмент Ну вот помните Там в самом начале Были уши, глаза Вот тут инструмент Скорее язык Чем что-то конкретного По такой визуализации Собственно показываем Процент Да Пройденных тестов То есть Ну в той же Ну вот Типа вон тестпада Да Видите тут есть такая колбаска Которая показывает Сколько пройдено Сколько еще осталось В принципе Менеджер становится спокойнее Когда он видит Что ну как бы Тут процесс идет Зелененькая колбаска Вроде есть И там серенькая Осталось уже там поменьше Вот Но не могу сказать Что это Ну какой-то прям Такой То есть прям Хорошего способа Именно инструментального Как сказать Что на этот На этот тест Мне понадобится Времени Такого я не знаю Только Да Это поговорить К сожалению Но на самом деле Подойдите ко мне Мне было бы классно Поделиться Еще какие-то Может ссылки Узнать Давайте дружить Добрый день Не подскажете Вопрос из Геймдева Вот Было очень много По софт и веб А мобильная часть Геймдев Мобильная Значит Известна Вот тема С разрешениями То есть Оголовное количество Девайсов Разные разрешения И так далее Нет ли какого-то Инструментария По проверке верстки На разных разрешениях Спасибо Смотрите Вот эти Браузер стек И сослабс У них есть в том числе Мобильные устройства То есть Ну это такие эмуляторы То есть там можно смотреть На Ну как Как будет примерно Выглядеть в таких же В таких же размерах На мобильных браузерах Есть такой инструмент Называется Тест обжект Где есть прям Реальные устройства Вот я обычно Если у меня Мобильное приложение Тестирую на нем То есть там Прямо-прямо-прямо Реально железо К которому Вы подсоединяетесь Смотрите Что на нем происходит Можете кликать на нем Кнопочки И так далее Единственное Что у него есть Список Тест обжект Называется Надо добавить Тоже в эти ссылки У них есть Набор Бесплатных Вот этих устройств Это обычно Что-то сильно старое Ну на чем В общем не то чтобы Сильно интересно Тестировать Все более новые Устройства Это уже платная подписка Да Ну как-то так Если вам чисто Ну у вас именно Мобильное приложение Да То есть не про размеры Про мобиль Ну да Тогда тест обжект Я бы посоветовала Посмотреть хотя бы Все Еще вопросы Если кто-то А вижу Спасибо за доклад Для серверного тестирования Часто нужно Нагенерить Какие-нибудь Большие Джейсоны И Смлки Провалидировать В вашей копилочке Есть что-нибудь Что позволяет Проверифицировать Джейсоны Быстро Сгенерить Как-нибудь Ну вот Насколько я помню Как раз Штука Вот Макару Умеет Выгружать В Джейсон В том числе То есть ты там Задаешь параметры Типа Не знаю Юзернейм В такой-то Там маске Он дальше Генерирует сам Спасибо Ну то есть На этот слайдик Если что смотреть Спасибо 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 Спасибо